МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор колледжа Фатима Куджева в числе основных проблем называла отсутствие средств на приобретение концертных костюмов для учащихся хореографического отделения, слабую материально-техническую базу, от которой напрямую зависит исполнительское мастерство студентов, а также оторванность музыкальных школ от колледжа. В 2012 году по поручению главы республики в колледже была капитально отремонтирована крыша здания. Теперь в дальнейшем ремонте нуждается большинство помещений, особенно хореографические классы и концертный зал. В ходе визита главы региона в учебное заведение был поднят вопрос о повышении базовых окладов работников культуры среднеспециальных учебных заведений. Рашид Тимрезов предложил директору представить свои предложения по совершенству учебного процесса в колледже к совещанию по проведению года культуры в Карачао-Черкесии, которое запланировано на 3 марта. Указом президента России Владимира Путина, министру внутренних дел Карачао-Черкесии Казимира Боташеву присвоено звание генерал-майора полиции. Казимира Боташева поздравил глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Присвоение президентом России такого офицерского звания является свидетельством высокой оценки вашего опыта, знаний и верности присяги. Своим мужеством боевого офицера, бескомпромиссной борьбой с преступностью и отвагой вы являетесь примером честного служения Родине. Пусть эти качества истинного офицера и в дальнейшем будут помогать вам в ответственной работе, которую вы выполняете. Ну а сейчас к главному событию в стране и в мире. Российские спортсмены показали блестящие результаты на зимней Олимпиаде в Сочи. 33 медали, 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Накануне состоялась торжественная церемония прощания с 22-ми Олимпийскими зимними играми. Как в столице Карачао-Черкесии отметили победу российской команды и как провожали Олимпиаду, за действием наблюдала Елена Прокопенко. С 16 часов на площади Ленина жители и гости Черкесии на специально установленном большом экране наблюдали трансляцию из Олимпийского Сочи финального матча по хоккею. А уже вечером началось красочное ледовое шоу «Золушка», с которым прямо на катке, установленном на площади, выступили фигуристы из Екатеринбурга под руководством мастера спорта международного класса по фигурному катанию на коньках Артема Князева. Те, кто не смог пробиться в первые ряды зрителей, не пропустили самого интересного. Организаторы позаботились об обеспечении трансляции шоу на большом экране. Актерами в спектакле стали 17 фигуристов шоу на льду «Точка РФ», многие из которых являются профессиональными спортсменами и участвовали в соревнованиях международного уровня. Специально для шоу были шиты костюмы в стиле эпохи Шарля Перо, разработаны уникальные световые и музыкальные решения. Вы один из первых городов, кто увидел этот спектакль, потому что у этого спектакля большие мировые гастроли, они пройдут по всему миру, а также по всей России. Мало того, да, в преддверии закрытия Олимпийских игр это очень актуально в городе Черкесске, потому что, как мы все знаем, Россия выбилась в лидеры, она стала первой по общему зачету медалей. И большой вклад свой внес именно наш вид спорта, фигурное катание, которому мы очень преданы. Более пяти медалей фигурное катание положило в копилку сборная России на Олимпийских играх. После спектакля началась торжественная часть мероприятия. Вели его ведущие программы «Вести Карачаева-Черкесия» Светлана Козеева и Ярослав Щекланов. Сегодня это праздник миллионов россиян, которые, как и мы, находятся на Олимпийской вахте в Сочи-2014. На сцену были приглашены именитые спортсмены республики, принявшие участие в эстафете Олимпийского огня. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова спортсменов сборной России с блестящим выступлением поздравил заместитель председателя правительства Муратозов. Мы с вами можем твердо сказать, что Россия чемпион. Мы две недели у экранов телевизоров наблюдали, болели. Болела вся страна. Болела и переживала за наших спортсменов. Были и неудачи. Были и победы. Но, еще раз говорю, в итоге Россия чемпион. С победой нашей сборной поздравил министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Расул Чучаев. Наша страна самая большая, Россия самая сильная. И наша команда доказала это, завоевав в командном зачете первое место. Это показатель отношения руководства нашей страны в развитии физической культуры и спорта. Руководством нашей республики уделяется большое внимание. Я бы сказал, особое внимание в развитии спортивной базы и помощи перспективным спортсменам. Я уверен, что на ближайшие летние и зимние Олимпийские игры попадут и представители Карачаева-Черкесской республики. И как участники, и как призеры, и как победители. Праздничную программу продолжили творческие коллективы республики. В концерте приняли участие фекелоносцы и знаменосцы. Украсили программу барабанщицы и танцевальный флешмоб, собравший 500 человек. Публика приняла все праздничное мероприятие с теплотой и восторгом. Впечатлений хватает, что мы первые на Олимпиаде. И вообще, я приехала из Екатеринбурга, я уж так давно дома не была, и для меня это вдвойне, вдвойне праздник. А в 20 часов все внимание зрителей снова было приковано к большому экрану. В режиме онлайн они наблюдали церемонию закрытия зимней Олимпиады 2014. Елена Прокопенко, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Станица Кордоникская открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, выдающимся хирургу-онкологу Стефану Бутову. Почтить память своего земляка собрались казаки, врачи, учащиеся кадетского класса 3-й школы Кордоника и жители станицы. Вековечение памяти выдающихся земляков необходимо для сохранения истории, для возрождения народного самосознания, а главное для подрастающих поколений, которое должно гордиться своими уникальными предками, прославившими родную станицу, говорили на митинге. Накануне Россия отметила День защитника Отечества. В городах и районах республики чествовали тех, кто сохраняет приверженность традициям патриотизма и верности долгу. Ахмад Халкечев расскажет о том, как отметили праздник в ауле Кумыш Карачаевского района. Главными героями праздника бесспорно в первую очередь должны были быть ветераны Великой Отечественной войны. Их чествование 23 февраля в ауле Кумыш давно стало доброй традицией, но к великому сожалению их в ауле уже не осталось. Память всех погибших почти лиминутой молчания. Их помнят поименно. Поздравления принимали герои другой войны, афганской. Свой интернациональный долг выполняли 9 человек из этого аула. Их здесь знают и уважают. В зале присутствовали все воины-интернационалисты, за исключением Азарет Али Абайханова. Его уже нет среди живых, но имя героя увековечено, став названием одной из самых больших улиц родного аула. В этом году это юбилейный год вывода войск из Афганистана. Мы постарались как-то украсить их жизнь, хоть на мгновение пригласив их к себе на такой концерт, на чествование. Мы должны им сделать больше, но пока все, что мы можем делать на уровне администрации поселения, мы стараемся делать. Хисаки Чироков, как и многие, в Афганистан попал в 18-летнем возрасте. Ветеран рассказывает, что призываясь на срочную службу, он и предположить не мог, что идет на самую настоящую войну. Об этом ему стало известно уже в Ростове, во время специальных курсов. В памяти Хисына всегда остались в мельчайших подробностях все бои, или как их там называли, рейды, и друзья, и сослуживцы, которые остались в песках Афганистана. Как раз бой шел и подвозил им снаряд танковый. Я им подвез, двум танкам, они зарядили двух танков, полный комплект. Потом обратно ехал, как раз меня БТР сопровождал. БТР проехал, я проезжаю и подорвался. А БТР? БТР проехал, там же мины были эти, итальянские, надувные мины были. Не узнаешь там первый или последний, кто попадет на мин. Там была такая эта. На сцене друг друга сменяли начинающие артисты Центра культуры и досуга Аула Кумыш. Они пели про близкое афганцам. И на лицах воинов-интернационалистов отчетливо читались их воспоминания. Ну а особый заряд позитива ветеранам и всем собравшимся в зале подарили самые юные участники праздничного концерта. Своими театрализованными представлениями и музыкальными номерами подборные аплодисменты зала всех виновников торжества вывели на сцену. В их адрес звучали самые искренние слова благодарности за их пример верности воинскому долгу и беззаветного служения Родине. И цветы как символ мира за который они сражались на чужой земле. В свою очередь воины-интернационалисты поблагодарили своих земляков за праздник организованный с частичкой души и с неподдельной теплотой. Ахмад Халкечев Рашид Токов Вести Каражаева Черкесия Кумыш Каражаевский район Наш следующий сюжет о ярком представителе сильной половиной человечества капитане мотобольной команды Домбай прославившей нашу страну в 60-е годы прошлого века своими яркими воспоминаниями известный спортсмен поделился со Светланой Акбаевой. Мотобол удивительная динамичная зрелищная игра родиной которой является Франция. Спортсмены перемещаются по полю с огромной скоростью при этом умудряясь маневрировать и наносить удары причем мячом почти полуметрового диаметра. В историю этого вида спорта золотыми буквами вписали свои имена участники республиканской мотобольной команды Домбай. В середине 60-х слава о команде разлетелась по всему миру. Популярность ее росла с каждым днем. На протяжении трех лет она не раз становилась чемпионом СССР и Европы. Толбы поклонниц и возможность повидать мир во время железного занавеса. Капитаном команды Домбай был Владимир Громов. Тогда ему было чуть больше 20-ти. Спортсмен, игравший под номером 1, с нескрываемой гордостью рассказывает о захватывающей встрече с известной французской командой и о том, как проигравшие французы поначалу даже не хотели отдавать кубок победителю. Это было в 1967 году. Одни команда со стажем, будем говорить так, играли на малых скоростях. А мы тут на больших скоростях играли. И мы предложили им свой темп, и они давай за нами гоняться, и у них не стало все получаться. И в конце концов один мяч мы забили им. И они очень там публика вся была возбуждена, как это так, приехала команда дворовая какая-то и выиграла здесь. Мотобол это большой труд и риск, так как получить травму в этом виде спорта очень легко. Бесценным был опыт вождения полученный в мотокроссе, говорит Владимир Громов. С мотодромом Домбай у него связано немало добрых воспоминаний. Это была в свое время одна из самых популярных площадок для соревнований. Мотодром был забит зрителями, а там больше 20 тысяч сидячих мест. Мастер спорта СССР вспоминает, с каким неуемным желанием тренировалась тогда команда, боясь подвести своих болельщиков, как берегли своих железных коней. Их использовали только для соревнования, занимались на стареньких мотоциклах. Мотобол это технический вид спорта, он дорогой очень. Тогда мотоцикл 430 рублей стоил теми деньгами. Мячи, их много рвалось тогда. У нас обувная фабрика поначалу размер знали, а мячей не было, дефицит было. Обувная фабрика нам шила эти мячи. А между мотоциклами они при ударах рвались. Потом уже начали производство в стране мячей. В начале 70-х мотобольное движение пошло на убыль и членам команды пришлось заняться другими делами. Владимир Игнатьевич как ушел в 1971-м водителем в транспортную компанию, так и работает там по сей день. И все же он продолжает любить мотоспорт, но и футбол его страсть. Может от того, что этот вид спорта очень близок к мотоболу, подарившему столько ярких и запоминающихся впечатлений. Светлана Акбаева, Аслан Баташев, Вести, в Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии завершилось первенство России по кикбоксингу в разделе «Лоу-кик». На протяжении четырех дней более 600 спортсменов из 10 федеральных округов оспаривали звание сильнейших. Победа в турнире, путевка на чемпионат Европы, который пройдет в Испании. Кто же получил почетное право, представляет Россию на нем. Из Донбая Александр Коваленко. Считанные минуты остаются до начала финальных боев по кикбоксингу. Зрители спешат занять удобные места, чтобы не пропустить это зрелище. Среди них и министр спорта Карачаева-Черкесии. Особая благодарность тренерскому коллективу, судейской коллегии, представителям команд, за ту нашу общую с ними работу по благо развития спорта у нас в стране и воспитания чемпиона. С волнением трибуны и судьи наблюдают за спортсменами. Это решающие бои, которые определяют сильнейших. И вот первый победитель среди младших юниоров. Завершающий удар под возгласы трепещущего зала сопернику наносит Михаил Ященко, воспитанник клуба «Скиф». Тренирует его известный Владимир Лепихов. Победитель вошел в сборную России и будет отстаивать честь страны и родной республики на предстоящем чемпионате Европы. В первом раме немного проигрывал, но во втором, в третьем нарастил темп и все-таки вырвал эту победу. 14-летний спортсмен из Карачаева-Черкесии Валентин Яковенко провел на ринге весовой категории 63 килограмма два ожесточенных боя, но на последней минуте во втором бои уступил сопернику из Рязани. Мы не расстраиваемся, то, что проиграли, и нам дает больше стимул, чтобы в дальнейшем побеждать, делать успехи. За ходом боев с интересом наблюдал первый вице-президент Федерации кикбоксинга России Владимир Украинцев. Ваши спортсмены добивались хороших результатов, и все как всегда. Будете в сборной, будем дальше работать, для того, чтобы в этом году на чемпионате Европы показать лучший результат. Юниоры, устроившись в зрительном зале, уступили ринг старшим товарищам. За чемпионский титул боролись 22 женские и мужские пары. Одна из самых титулованных спортсменок Екатерина Зябрикова из Саратова. Девушка занимается кикбоксингом 12 лет. За время своей спортивной карьеры она провела 70 боев, в 60 которых одержала победу. Техническим нокаутом спортсменка завоевывает звание чемпиона России. И сойдя с ринга Екатерина делится с нами впечатлениями. Я так счастлива, вообще очень рада, что я выиграла чемпионат России, очередной. Теперь стала пятикратным чемпионом России. Все, эмоции не отнять. Очень порадовались, спасибо публике, что за меня поболели. Вообще, Черный Кавказ очень хорошо и радостно меня всегда встречает. Мне очень здесь нравится. Представитель кикбоксингов Карачаева-Черкесии Али Кулов, тренером которого является Альберт Батруков, в считанные минуты одерживает победу над соперником из Перми и становится золотым призером. Более 20 тысяч лет работы в Федерации кикбоксинга России. Это самый такой напряженный чемпионат в том плане, что уже в одной восьмой финале уже спортсмены, можно сказать, можно четыре сборных России выставлять. Очень сильные спортсмены собрались. Здесь, в Карачаево-Черкесии, путем жесткого отбора сформировался состав сборной России. В число сильнейших кикбоксеров вошли и наши земляки. Закончились финальные поединки, определились победители. Кикбоксеры покидают Домбай. Для спортсменов наступает непростое время, время упорных тренировок, чтобы достойно представить свой федеральный округ на чемпионате Европы, который пройдет в этом году в октябре в Испании. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Домбай. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» прошел юношеский турнир подзюдо. В нем приняли участие 110 спортсменов 2005-2007 годов рождения. Все они воспитанники республиканской спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва подзюдо. За успехами своих детей с изартом наблюдали родные и близкие. Ребята показали хорошую интересную борьбу и в итоге определились лучшие в каждой из 11 весовых категорий. Таким был понедельник Карачаева-Черкесия ждите вестей. По сообщению синоптиков завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-8 днем плюс 3-8 в горах ночью плюс 1-4 днем 8-13 градусов тепла. Черкессия переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3 днем 4-6 градусов тепла.